Начнем с избирательной кампании. Инициативные группы продолжают сбор подписей за потенциальных кандидатов на пост главы государства. Этот процесс продлится до 6 декабря и пока рано говорить даже о предварительных итогах. Тем не менее, отдельные государства демонстрируют нетерпеливость. Так, Комитет по международным делам парламента Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными. Свои решения политики объяснили тем, что кандидаты в президенты 2020 года в настоящее время имеют статус осужденных. Что справедливо, учитывая, что 4 года назад они пытались насильственным путем осуществить гуспереворот. Заботу чешских парламентариев стоит воспринимать как свидетельство личной заинтересованности в цветной революции в нашей стране, которую удалось предотвратить. Повторения этих событий не будет. Об этом Александр Лукашенко говорил неоднократно. Эта тема стала одной из центральных и накануне в ходе общения с журналистами. Так, на законодательном уровне на пост главы государства не может претендовать человек с иностранным гражданством и другими льготами за рубежом. Потенциальные кандидаты, допущенные к избирательной кампании 2025-го, соответствуют этому одному из основных требований. Я был сторонником, чтобы все партии, крупные общественные организации выдвигали своих кандидатов. Ну, выдвинули. Оля Чемоданова у нас была. И Бобриков. И Бобриков. Ну, нормальные люди. Конечно, они сторонники президента. И они шли, как я сказал, зная, почему же. Мы знаем, что президент выиграет. Мы будем их... Но мы не дадим его там обидеть. Как будто меня кто-то мог обидеть. А потом посмотрели, посмотрели. Внутри организации не очень это понимают. Лучше мы снимемся. Ну, как меня проинформировали. Я только вчера узнал, что они снялись с этой дистанции. Ну, будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили. Нет никакого страха в том, что будут участвовать все, кто захочет. Мы там договоримся. Мы страну больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени, не дай бог поставить, ни разрушить. Это исключено. Как бы кому-то это не хотелось. Выборы мы проводим для себя. Тезис, который от главы государства звучал неоднократно. И который трудно оспорить в нынешних реалиях. В сильной Беларуси социально ориентированной экономикой заинтересованы только мы сами. За поступательное развитие страны выступает и молодежь, активно участвуя, например, в электоральном волонтерстве. Как ранее заявляли в Центральной избирательной комиссии, уже сформирована база добровольцев. Сегодня всерьез рассматривается возможность закрепления данного института в избирательном законодательстве. Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и увидеть палитру талантов белорусской земли. Самый народный форум страны, марафон единства, сегодня встретил Бобруйск. Знакомство с одним из крупнейших промышленных городов Беларуси участники начали с посещения машиностроительного гиганта, Бобруйского завода, тракторных деталей и агрегатов. История предприятия началась еще в 1945 году с обычной мастерской. Гости современного производства смогли ближе познакомиться с выпускаемыми моделями техники. Заглянули в фирменный магазин и сделали эксклюзивные фото на производстве. Необычно, что это большой цех и много механизированных станков. Программы знают, когда нужно включать станок, когда выключать. И необычно вообще, в принципе, побывать на заводе, потому что мы люди творческие. Первый раз в Бобруйске. Для меня это удивительно и очень интересно познавать все-таки нашу Беларусь. В Бобруйске я хочу сказать, что очень трудолюбящие люди. Они готовы работать ни рук, ни ног вот в таком месте шумном. Все-таки производить такую продукцию – это не так уж и просто. История нового проекта «Марафона. Разом працуем, разом спеваем» стартует на производственных площадках Бобруйского завода крупнопанельного домостроения. Здесь, прямо в цеху, установили сцену, а вип – гостями. Почти камерного концерта стали рабочие. Почувствовать дух единства, спеть вместе со звездой, своим бригадиром и даже директором, почему бы и нет. Такое возможно только на марафоне. За всю 45-летнюю историю предприятия такого формата праздника еще не было. Свет софитов и суперзвук, душевные песни и зажигательные танцы еще никогда перерыв на обед не давал такого мощного заряда положительных эмоций. Марафон соединяет, объединяет и поднимает настроение. Энергию дает, вот аж прям хочется стать за этот станок и работать, где это мое рабочее место. Очень приятно, что в этот ноябрьский серый день буквально расцвел праздник на заводе. Пришло, ну, можно сказать, лето. Все сверкает, все блестит. Хоть немножко пришлось остановить работу, но это того стоило. Марафон не только поднимает настроение, но и заставляет задуматься о важном. Что такое осознанный выбор и какая ответственность лежит в его фундаменте. Об этом на понятном для молодежи языке с интерактивом говорили сегодня в читальном зале Бобруйского механико-технологического колледжа на не скучной ни лекции. Набирают популярности новые проекты, например, «Одно дело делаем». В Бобруйской проходит встреча руководства и сотрудников предприятий-партнеров, причем сразу на двух производственных площадках. В Канаде запретили публиковать имена девяти суд нацистских преступников, которые нашли убежище в этой стране после окончания Второй мировой. Власти аргументировали свое решение недвусмысленно. Раскрытие имен может создать угрозу безопасности ветеранам СС, но главное усилит российскую пропаганду, направленную против Киева. Ведь большая часть этих преступников, судя по всему, была украинскими колорабационистами. Правительство тщательно охраняет черный список. Расследования входящих в него лиц проводили около 40 лет назад. Но данные граждан так и не были обнародованы. Вероятно, осторожности канадцам добавила история с Гунько. Нацистского убийцу со всеми почестями принимали в парламенте. Рукоплескал и премьер Трюдо. Страшная трагедия в Испании унесла жизни 10 человек. Пожар произошел в доме престарелых в провинции Сарагуса. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Не исключено, что число жертв возрастет. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших. Двое находятся в критическом состоянии. Сколько всего человек госпитализировано, не сообщается. В здании на момент случившегося находилось более 80 жителей. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, агенты гражданской гвардии, волонтеры, психологи, социальные работники и спасатели. В Эстонии зафиксирован рост преступности. Причина – отсутствие денег у населения. С таким заявлением выступил Минюст страны. Там считают, что социально-экономическая ситуация напрямую влияет на криминогенную обстановку. Выросло число людей, которые решаются на кражу из-за нехватки средств. Когда различные бытовые покупки не удается оплатить, жители пытаются незаметно вынести товары из магазина. Также резко выросло количество случаев мошенничества. Таких преступлений стало больше почти на четверть по сравнению с прошлым годом. В целом Эстония откатилась на семь лет назад по покупательской способности и уровню жизни. Об этом заявил зампредседателя финансовой комиссии парламента, связав эту тенденцию с ростом инфляции. Современные технологии все чаще помогают раскрывать преступления, совершенные в прошлом веке. Сотрудники следственных комитетов Белоруссии и России в молодежь наделились наработками по изучению и раскрытию уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В этом помогает совместная работа силовых служб и экспертов разных профилей, в том числе на межгосударственном уровне. На протяжении последних десятилетий у нас сокращается количество преступлений в республике, благодаря принимаемым мерам. И мы возвращаемся к тем преступлениям, которые в том числе несколько десятилетий назад были совершены. И с учетом новых возможностей, с учетом новых экспертных условий. Благодаря современным возможностям судебных экспертиз, различным достижениям в области науки и техники, нам удается использовать те доказательства, которые были ранее получены, но из-за отсутствия реальных возможностей проведения судебных экспертиз, они не нашли своего применения и реализации, восстановления преступника. А сейчас у нас такие возможности появляются. Это и молекулярно-кинетические исследования, это исследования в области дактилоскопии, исследования в цифровой криминалистике, информационно-аналитические исследования. Они нам позволяют возвращаться и успешно расследовать дела минувших, давно минувших дней. Отмечу, что за время существования Следственного комитета Беларуси с января 2012 года остаток нераскрытых преступлений сократился на 40%. Сегодня истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами. Это касается 3,5 миллионов белорусов, имеющих в собственности земельные участки, недвижимость и транспорт. Если просрочить платеж, уже завтра начнет начисляться пеня. Налог на дом или квартиру, а также земельный, необходимо погасить частично, поскольку в 2022-м уже вносился аванс. А вот транспортный налог необходимо погасить полностью за весь прошлый год. Напомню, что ряд граждан имеет налоговые льготы, например, многодетные семьи, полностью освобождены от выплат, даже если у них в собственности несколько квартир. Продолжение следует...